Добрый вечер, дорогие друзья! Повсюду были безумно популярны, но мерилом популярности всегда являлись кассетники в такси. Вот в любом такси, почти в любом московском такси, можно было послушать песни Иваси. Дуэт действительно был знаменит на всю громадную страну. Сегодня у нас в гостях Алексей Ивашенко. Леш, добрый вечер. Добрый вечер. Половина Ивасей. Слушай, а вы правда были как Киркоров сегодня? Нет, нет, конечно. Ну ладно. Да нет, конечно. Это преувеличение, это воспоминание интеллигенции. Исключительно. Если бы на улице, даже в те времена, не говоря уже про сейчас, кто-то вышел, спросил, кто такие Ивашенко и Васильев, я отвечаю, что из ста человек, может быть, один мог бы ответить. Значит, мне нравится твоя скромность. Это не скромность. Тем более, что я тебя знаю много лет, и я понимаю, что со временем ты становишься не более нахальным, а еще более скромным, чем обычно. Значит, я тебе скажу так. Мало кто никогда не слышал песню «Приходи ко мне, Глафира». Мало кто не слышал песню «Плыла селедка в океане». Ну да. Ее цитировали в центральной прессе под разным соусом. Чего ты скромничаешь? Не правда один из ста. Я думаю, что один из ста никогда не слышал. Другое дело, что про тебя с Васильевым могли не знать, что это вы авторы. Но Глафиру знали все. Глафиру многие знали, да. Авторы. Ну, во-первых, по поводу Ивасей. Очень смешная история. Мы ведь никогда в жизни себя так не называли. И никому из нас в голову не приходило, что мы можем для своего... Мы вообще-то не дуэт, как бы. Мы то, что осталось от квинтета, который образовался на географическом факультете в 75-м... Ой, блин, в 75-м году, страшно сказать. Столько не живут. Столько не живут, да. Действительно, да. Да, в 75-м году я поступил в университет. И мы организовали квинтет под руководством, собственно, Гоши Васильева. Ныне Георгия Леонардовича Васильева. И потом, путем вычитания из этого квинтета, через несколько лет остался только дуэт, который существовал довольно долго. И, конечно, мы никак себя не называли. Но нам вдруг на концертах стали приходить записки типа «А вы знаете, что я придумал смешненькое название для вашего дуэта? И Васи, ха-ха-ха». И записок этих было несколько десятков. Это название придумали люди в разных городах, в разное время. И мы никогда себя так не называли. И по сю пору называемся Алексей Ивашенко и Георгий Васильев. Но оно прикипело. Прикипело. Мы уже махнули рукой даже. И Васи уже сколько лет нету, а название помнят сей Васи. Да мы в свое время даже махнули рукой, поняли, что с этим бороться невозможно. И даже выпустили один из своих дисков в маленьких консервных баночках вместо коробочек. Леш, ты помнишь, сколько лет прошло с того момента, как ты сидел на этом лобном месте? Пять. Пять. С ума сойти. Я помню. Как вчера. Как вчера, да. Страшное дело. У меня даже ощущение, что мы с тобой не изменились. Ну, я тебе хочу сказать, если у кого-то и другое ощущение, то нам плевать. Мы считаем, что не изменились. Правда же? Да, ну, похорошели немного. Я же, стали лучше. Чуть-чуть помолодели. Стали лучше. Стали лучше. Это безусловно. Леш, знаешь, о чем мы не поговорили с тобой в прошлый раз? Мы сразу набросились на песни, на Иваси. Давай чуть-чуть поговорим о том, как развивалась жизнь. Потому что тебя ведь не устроило одно высшее образование. Ты, как вот только что упомянул, нормально учился в МГУ на нормальном факультете. То есть был приличным человеком. Ну и закончил его. Да, и потом вместо того, чтобы пойти работать по профессии, которая тебя государство за свой счет научило, ты пошел, наоборот, во ВГИК, где грохнул еще пять лет жизни. Не совсем так. Но если, уважаемый зритель, вам не будет скучно, я попробую в течение трех минут рассказать эту удивительную, совершенно необъяснимую историю. Я пошел таки работать по профессии. Меня оставили работать на кафедре. И я работал там больше года. Когда вдруг там поступила информация, до меня дошла информация, от режиссера нашего студенческого театра Натальи Семеновны Перловой, с которой мы дружим до сих пор. Тогда она была Наташа, для нас она до сих пор Наташа Перлова. Ее мама была очень серьезным специалистом по сценической речи, у нее занимались многие известные артисты, у ее мамы были друзья в разных творческих вузах, и одна из ее друзей сообщила ей о том, что во ВГИКе на курсе Евгения Семеновича Матвеева недобор. Там отчислили нескольких молодых людей с первого курса, и они ищут высокого, худенького, темноволосого, желательно с усиками, каким я тогда был. То есть искали фактуру? Искали фактуру, ну попробовать, им не хватало для какого-то спектакля. Я пошел попробовался, педагоги меня взяли и сказали, вы знаете, вам нужно только дождаться Евгения Семеновича Матвеева, он сейчас на фестивале вернется, он вас прослушает, и мы уже тогда все утвердим. Вообще увольняйтесь со своей работы. Я возрадовался, даже уже рассказал близким друзьям, но пока не уволился. Приехал Евгений Семенович Матвеев, послушал меня, я ему понравился, но узнав о том, что я работаю в университете, занимаюсь Японией, с японским языком, я тогда его еще помнил, и я учил и собирался, учил японский, собирался заниматься охраной окружающей среды в Японии, этому были посвящены мои первые работы. Узнав об этом, Евгений Семенович сказал, вы что, с ума сошли, я из вас, из успешного ученого сделаю... Парню жизнь колечен. Да, я не могу, я не возьму на себя ответственность. Вам сколько лет? Мне было 23-24. Он только закончил институт. Он говорит, нет, я не возьму на себя ответственность, и я, утирая слезы, обиды, ушел из ВГИКа и забыл об этом случае. Ровно через год на репетиции в студенческом театре в ДК МГУ ко мне подходит девушка и говорит, вы знаете, я там ассистент по актерам на Мосфильме, мне мой товарищ, который работает в мастерской Сергея Федоровича Бондарчука, сказал, что у них недобор, у них отчислене нескольких молодых людей, и они ищут такого высокого, худенького, стройного, желательно с усами. Я говорю, ша-ша-ша, я эту шуточку уже знаю, я никуда не пойду. Она говорит, вы знаете, я опытный ассистент по актерам, он меня описал, и вы точно подходите под описание, это вы. Я говорю, я никуда не пойду, мне хватит уже позора, в прошлом году он был. Она убедила меня, я пошел на встречу с педагогом мастерской Сергея Бондарчука и Вячеславом Петровичем подвигом, Вячеслав Петрович меня послушал, сказал, вы знаете, это вы. После этого я не ударил палец, палец самопалец, для того, чтобы попасть в эту мастерскую сразу на второй курс. Все, что было за год подготовлено, все стихи, проза, басня, все вылились как-то сразу в... Леша, мы с тобой знакомы много лет, и, помимо всего прочего, в программе в этой ты был, поэтому ты наверняка готов, что я не все вопросы буду начинать с того, а скажи мне, пожалуйста, мой гениальный, хороший знакомый. Хорошо. Поэтому извини заранее. Да. Что не получилось? Казалось бы, казалось бы, тебя два раза вносили на руках во ВГИК. Да. Ты закончил ВГИК, ты начал моментально сниматься, одна работа, вторая, третья, и потом вдруг как отрезало, не обижайся, что-то явно не получилось. Ну, я могу сразу сказать, что... По какой причине? Да я могу сразу сказать, что... Ну, во-первых, ты немножечко утрируешь, говоря, что я сразу начал сниматься. Я снимался очень немного. Как 86-й, 87-й, 88-й. Да, 86-й, 87-й. Ну, очень маленькие роли. Карельский младший. Но потом не получилось, я бы даже сказал, не со мной. Не получилось, я бы сказал, с кинематографом. Дело в том, что фильмов было очень мало, и наше поколение, оно попало в такое безвременье кинематографическое. Раллей было мало, фильмов было мало, они были плохие, и я в струю не попал. Я просто могу сказать не то, что там не очень попал, не очень. Я просто попал мимо кинематографа. А это не объясняется в какой-то степени тем, что вы с Василием уже так мощно тогда пошли в авторскую песню, что тебе было как бы это не очень важно и не очень нужно. И ты не очень упирался лбом. Потому что, смотри, прошли годы, и Васи уже нету. Вашего дуэта уже нету, хотя его все вспоминают. Сегодня я не хочу никого обидеть, во множестве очень плохих фильмов и еще более плохих сериалов снимается уже всякая шалупония, всякая шварь, все уже нужны. Профессионалы тем более, уже нету проблемы с работой. Ты никуда не вернулся. Не вернулся. Что-то как-то с кинематографом. А я что-то даже не задумывался на эту тему. Дело в том, что я после... А пора бы в нашем возрасте задумываться, господин Иванович, задумываться. Ну, может быть. Если бы не пришел в программу, так бы и не задумывался. А может быть и так, да. Я хочу сказать, я сразу после института, я попал в театр-студию киноактера, где прошел школу молодого бойца. Вот, по большому счету. Это все, как это, все рабочие на заднем плане в киножурнале «Фитиль», все милиционеры в отдалении, в массовках, весь народ в фильме... Лешка, ты помнишь, как это амплуа называлась одним словом, нет? Как? Замечательно. Убитые фашисты. Убитых фашистов играл. Убитых фашистов играл, реально. Но потом, как мы шутили всем курсом, Сергей Федорович, разумеется, нас всех пригласил на съемки Бориса Годунова. Мы все там в массовке играли, весь курс. Жили в Великом Новгород... Нет, не Новгород Великий. Где с ним? Да, в Новгороде, да. Были съемки в Новгороде. Были еще... Не помню, уже сейчас время не прошло. Мы играли там народ. Поэтому мы все говорили, что мы... Которые безмолвствуют. А вы знаете искольную программу, друзья? А вы знаете искольную программу? Кто главное действующее лицо? Драмы Александра Сергеевича Пушкина, Борис Годунова. То есть, Лешка, ты играл главную роль? Главную роль. У меня в самом начале там есть даже реплика. Я нашел недавно на Ютьюбе фильм. Я там в самом начале высовываюсь из толпы и говорю, что там за шум. Ты знаешь что? Я к чему тебя, собственно, веду и к чему эти бестактные вопросы? У меня сложилось такое впечатление, что, знаешь, вот твоя жизнь в кинематографе вполне укладывается в одну почти сленговую фразу. Не больно-то и хотелось. Не могу сказать. Есть фильмы, которые, конечно, очень хотелось сыграть, на которые пробовался. Которые, кстати, потом не получились, а некоторые даже из них не вышли. Был... У меня была проба такая на этого... На советского разведчика. Так хотелось его сыграть. Его сыграл кто-то другой. Фильм этого потом никто не видел. Но я до сих пор жалею, что я не сыграл этого советского разведчика. Если к тебе сегодня придут и скажут, слушайте, господин Ивашенко, заканчивайте с вашими песенками, с вашими дурацкими проектами музыкальными. Мы сейчас приступаем к съемкам сериала 188 серий. Для вас там есть очень хорошая роль социального героя, потому что тогда, в 90-х, ваш типаж социального героя был нафиг никому не нужен. А сейчас у нас такая правильная новая власть, что ваша фактура опять востребована. Вот бросайте всю эту фигню, 188 серий, хорошие бабки. В первую очередь я прочитаю сценарий. Если хоть что-нибудь мне в нем не понравится, я откажусь. Вот я вам клянусь. Значит, все правильно, Леша. Значит, наиболее ты и хотел. Ну, в том, что снимается сейчас, в 99%, конечно, не очень-то и хотелось. В том, что снималось тогда, в некоторых прям... Хотелось. Конечно. Леша, у меня к тебе просьба. Я знаю, что ты хочешь, и это вполне нормально, как каждый мастер спеть что-то новое. Мы заговорили с тобой и начали с Васи. Я почти все ваши песни с Василием той поры помню наизусть. В качестве подарка для меня что-нибудь оттуда, из тех давних лет. Не говори, что ты все забыл. Не, не, я все помню. У меня очень хорошо память. Мы никогда с Василием свои песни на бумажках не записывали. Мы все им помним в голове. Только название. Это называется «В аэропорту Винводы». У тучи нет иной заботы, Как наше солнце закрывать, И расписание полетов Безбожным образом срывать. Все небо в серой простокваши И мелкий дождик облажной Отложит все заботы наши До восемнадцати ноль-ноль До восемнадцати ноль-ноль У ветра нет иной заботы, Как наши тучи разгонять, И расписание полетов Волшебным образом менять. Мы все в плену атмосферы, Пока не стихнет дождь косой. И ожидание профиль серый Завис над взлетной полосой, Завис над взлетной полосой. У солнца нет иной заботы, Как наши ливни прекращать, И расписание полетов Через окошко освещать. Молчит измученный диспетчер, Закрывший небо до шести. Не плачь, мой друг, еще не вечер, Мы непременно полетим, Мы непременно полетим. У жизни нет иной задачи, Как ожиданием нас томить. Билет в руке, багаж оплачен, Так что ж мы медлим, черт возьми, Когда еще счастливый случай Представит нам аэрофлот. Коль наше счастье так летуче, Мы разрешим ему полет. Мы разрешим ему полет. Леша, вот возвращаясь к вашему дуэту, Тогда, когда вы блистали на этом бардовском небосклоне, В 80-х годах, в конце 80-х, Была еще, как мне кажется, одна серьезная причина. Вы одни из первых принесли в бардовскую песню Классную игру на гитаре. Потому что вот были замечательные, великолепные барды, Которые речитативом читали Или напевали песню под умца-умца под три аккорда. А вы с Васильевым творили там, в общем, серьезные вещи. Ну, это не совсем так. Уже и тогда был и Александр Дольский, Виртуозный, игравший на гитаре, И Алик Мерзоян, который придумывал интереснейшие какие-то вещи гитарные. И Саша Суханов, который просто был виртуоз. Двух гитар еще не было. Мещуков еще не было. Но Мещуков... Интересное дело. Мы же с Мещуками познакомились еще до того, Как они занялись авторской песней. Это был 78-й год, Рига. Фестиваль, тогда это называлось фестиваль политической песни. Мы там были еще... Мы еще существовали как трио, Но выступали тогда дуэтом. И я там был не с Гошей, а с Ирой Чебуковой. Гоша не смог поехать. И мы вдвоем с ней поехали туда защищать честь. Московский университет. Или я уж не знаю, что там мы защищали. Чью честь. Да, чью честь мы защищали. И там мы познакомились с замечательным ансамблем «Домино», Руководили которым... Мещуки. Вадик с Валерой. И мы тогда еще со всеми мальчишками, можно сказать, познакомились. И на долгое время потом потерялись. А потом мы увидели их, Когда они уже вдвоем дуэтом пели, как братья Мещуки. И услышали что-то знакомое и родное. Не было. Тогда не было. Но мы чувствовали, что... Пора. Да, что пора. Что вот это потрясающее, потрясшее меня в один день движение... Ну, как это часто называется, это там, жанр авторской песни или еще... Ну, тогда для меня это было 75-й год, когда я поступил в университет. И в один день у нас был концерт квинтета Сергея... Мы, собственно, по этому квинтетом и стали. Мы увидели квинтет Сергея Никитина. Они тогда пели в пятером. И в один день на меня обрушились и Никитин, и Берковский, и Ким, и Городницкий, и Дулов, и Висбор, и Клячкин. Новый мир. Новый мир. Так получилось, что я в школе. Ну, что-то слышал немного... Конечно, был вокально-инструментальный ансамбль, как полагается. Что-то я слышал из Акуджавы. Ну, конечно. Что-то знал из Высоцкого. Что-то Галича. Что-то Галича. Ну, чуть-чуть так там... Касса щелк-щелк-щелк. Что-то такое. Воспоминания какие-то были. И вдруг в один день обрушивается пласт культурный. Я бросаю все свои важные дела. Понимаю, что жизнь прошла зря. Нужно все заново. И начинаю. Потом уже узнаю, что у Никитина другой гитарный строй. Но подбираю все. Сижу с магнитофоном подбираю. Снимаю этот концерт один в один. И на самом-то деле, то, что тогда делал Сергей Яковлевич Никитин, в общем, было очень серьезно. В смысле гитары. Очень серьезно. Это были совершенно неожиданные для нас гармонии. Никитин, помимо всего прочего, нравится кому-то это. Нравится потрясающий композитор. Конечно. Гениальный мелодист. Конечно. И можно по-разному относиться. Но отрицать это просто невозможно. Абсолютно. И никто этого не отрицает. Поэтому я и говорю, что мы были далеко не первые. Мы просто захотели на двух гитарах сыграть чего-нибудь, чего раньше не делалось. Вы были очень... Лешка, вы были очень перестроченными. Вспомни, какое количество ваших песен было в струю. Сколько было ернических песен, парафразов советской песни. Начиная со Смуглянки и заканчивая Старым Кленом. Это же все был ваш хлеб. И Васи воспринималась в первой... Послушай меня. Вы в этой авторской песне, в определенной степени, ну, ты можешь согласиться, можешь нет. Вы в авторской песне, в этой аудитории, в своем жанре были как взгляд на телевидение. Понимаешь? Вас воспринимали именно так? Ну, может быть, да. Не знаю. Да, наверное. Сколько лет вы продержались? Да мы, собственно, особо и не держались. Мы как-то так пели. И пели лет 20, наверное, мы пели вместе. Потом... Мы ведь перестали петь не потому, что там мы решили, все, мы больше петь не будем. Мы до сих пор так не решили. У нас и в начале 90-х годов был период, когда мы перестали петь просто. Там Гошка был занят совершенно другим делом. Вы не поссорились? Нет. Мы в прекрасном... Пять лет назад, когда ты здесь сидел, тебе хочу напомнить, ты мне сказал, что... Примерно на тот же вопрос и сказал, что я... Вот сейчас мы с Гошей думаем восстановиться. Нифига не вы не восстановились. А, не восстановились. Ничего не получилось. Ну, я думал, что может что-то получится, но он занялся совершенно другим делом. Он говорит, я занят просто по горло и... Потом петь старые песни. Это невозможно. Он больше бизнесмен, чем художник? Безусловно, нет. Просто он этого еще не знает. А, ну это твое мнение. Мое мнение. А его мнение противоположно. Он занял... Это не бизнес. Это просто... Просто интересное дело. Ну, оно называется бизнесом. Это продюсирование мультипликационных фильмов. Он делает... Ну, подожди. Васильев же был одним из создателей проекта «Песни нашего века». Да. Причем административным создателем вместе с Берковским. Да, да, конечно. Так что можно сказать, что он, в общем, бизнесмен. А это... Песни нашего века не были бизнесом. Но «Песни нашего века» давно стал хорошим бизнес-проектом, согласись. Уже сколько лет. Не скажи. «Песни нашего века» — это все-таки культурный проект больше, чем бизнес-проект. Он не приносит денег. Если бы он столько... Если он столько лет существует, наверное, какие-то деньги он приносит. Он окупает. Кстати, мы говорили... Не более того. ...с Никитином на эту тему. Там отношение к проекту тоже непростое. Скажем, там у Тани и у Сережи тоже разные. По-разному они этот проект вспоминают. Наши с тобой многочисленные общие знакомые тоже по-разному к этому проекту относятся. Там много было копий сломано. Тем не менее, проект... Я знаю, что ты недавно в нем участвовал. Сколько лет тебя там не было? Перед вот этими последними гастролями американскими меня не было полгода. Перед этим я полгода назад выступал с ними. А перед этим года 3-4 ни разу с ними не выступал. Но делаю это всегда с абсолютным восторгом. С абсолютным. Вот ни на секунду не прекращающимся восторгом во время каждого концерта. Потому что и репертуар, и способ подачи — это целиком и полностью, стопроцентно мое. Вот это мое отношение к этому проекту. Ну что, давай что-то из нового теперь, мастер. На твой выбор. Выбор прост. Месяц назад буквально полтора появился новый диск. Я знаю, как он называется. Хочешь скажу, чтобы ты проверил мою подготовку. Самый лучший в мире я, нет? Правильно, да. Мне название... Я, может, не запомню, но мне очень-то название понравилось. А мне тоже понравилось. И это просто название одной из песен, на которые я решил вынести в заголовок диска. Вот, собственно, она. Мой нежный друг, поскорее убери Из пепельницы сугробы И зажигалкой не режь ночную тьму На мелкие куски На всей земле нет почти что ничего Такого, что могло бы Быть адекватной причиной Самый лучший в мире я, который все могу Когда беда словно темная вода Огромною волною На горизонте появится шипя Как злобная змея Ты можешь твердо рассчитывать на то Что спиною, как стеною Тебя укроет от яростных штормов Твой лучший в мире я Ведь я умею бороться, искать, найти и сдаваться Я смел, как лев И пускай все силы зла Зарубят на носу Что я сильнее, чем они И я тебя не заставлю волноваться Ведь если что Я из воздуха соткусь И я тебя спасу А если вдруг мы расстанемся с тобой На веки, веки, веки И прекратится безумный этот сон Что снится нам двоим Не грянет гром Не разверзнется земля Не пересохнут реки А просто я Не сумею больше быть Волшебником твоим Не потому, что гордыней обуян Боясь казаться жалким Не захочу Арсенал своих чудес Растрачивать вообще А потому, что я просто Вечный раб Волшебной зажигалки И на большом расстоянии От нее Беспомощен вообще Вот почему мне не быть Твоим огнем Когда начнет смеркаться И потихоньку исчезнет Дивный дар Которым я владел Я не сумею Не будучи твоим Из воздуха соткаться Ты извини У любых волшебных сил Имеется предел И в час, когда с четырех сторон Беда Нахлынет водопадом И заблудившись Утратишь правый путь Ты в сумрачном лесу Ты знай, мой друг Что я буду далеко Что меня не будет рядом И я никак не смогу тебя спасти Но все-таки спасу Ты знай, мой друг Что я буду далеко Что меня не будет рядом И я никак не смогу тебя спасти Но все-таки спасу Леш, ты мне позволил Сделать грациозный переход На следующую тему Потому что цитата Из этой песни последней Которую ты пел Бороться, искать, найти, не сдаваться Два капитана Каверинских Любимый герой Саня Григорьев Бороться, искать, найти, не сдаваться И все было бы хорошо И придумали вы с Васильевым Замечательный мюзикл И все было бы замечательно Но, к сожалению, в историю он вошел Не как творческая победа А совершенно по-другому Учитывая, что Название его Нордост Конечно, запомнили не столько песни Которые там звучали И не столько действия Которые там были А ту трагедию Которая была с этим связана У меня к тебе следующий вопрос Ты почти Может сделаешь исключение Ты почти нигде Никогда не рассказывал о том Как ты был на самом деле В тот день 22-го числа 2002-го года В том здании И пытался через служебные помещения Пробиться Своим актером И одновременно к террористам Может, сделаешь исключение Для меня и расскажешь немножко? Да нет, не стоит Не стоит про это вспоминать Хочешь, чтобы я Про это очень много вспоминали Писали, рассказывали Ты не рассказывал и не вспоминал Ну и не стоит про это говорить Дело в том, что Безусловно Так сложилось Что звукосочетание Норд-Ост Стало символом трагедии Но для меня Норд-Ост Это спектакль Который шел В ежедневном режиме Более 300 раз А всего более 400 И Я с гораздо большим удовольствием Рассказываю О спектакле Чем о преступлении Которое было совершено По отношению к этому Я все понимаю Но мы о спектакле много знаем В том числе разговоров с тобой Меня В этой программе Интересует личность Ивашенко Которого я неплохо знаю А не все, кто находится сегодня У экранов телевизора В разных странах мира Знают достаточно хорошо Я хочу, чтобы знали Я знаю, как ты пытался К ним пробиться Я знаю, как ты Выпрыгивал из окна Не выпрыгивал Никто из окна не выпрыгивал А ногу ты как сломал А это не прыжок был А что это был? Мы еще с пятью актерами Были заблокированы На третьем этаже В мужской гримерке Спуститься было невозможно Потому что Подбежавшись снизу Актер сказал Что внизу стоит Милая девушка С автоматом Калашникова И стреляет Прямо всерьез И было принято решение Связать веревочки Из костюмов И спуститься По этим веревочкам С третьего этажа Веревочки связали И пятерых веревочка Выдержала А шестого Меня она не выдержала Ну, с самой земли уже Она оборвалась И я Сломал ногу Ну Это тот Самое меньшее Что могло случиться Со мной В этой ситуации Георгий Тот Немедленно Не задумываясь Ну, просто Надо знать этого человека Понимаете? Не задумываясь Пошел в зал Своими ногами Вошел Сказал, что он здесь главный Он несет за всю ответственность Что здесь происходит К виску был приставлен автомат Он провел трое суток Там Надышался газом Очнулся Пришел в себя Выжил Восстановил спектакль Он был генеральным продюсером И еще около ста раз Спектакль был сыгран Вот такая история Приблизительно Ну, спасибо Ты все-таки сделал для меня исключение Я тебе признателен Леша, скажи мне Ты ведь пытался этот проект продвинуть и дальше И восстановить А потом А потом, да А потом, как бы Не очень это получилось После года И ты спустил всех собак на прессу Дескать Пресса очень много сделала Очень много сделала Для того, чтобы спектакль не поднялся Я не знаю, почему Не мне судить Но После того, как спектакль Через три месяца После трагедии Был восстановлен И на премьере 8 февраля 2003 года Негде было упасть яблоку И аплодисменты не стихали Десять минут И ко мне Перед началом этого спектакля Подошел один из актеров И сказал Алексей Игоревич Вы знаете Для меня Актеры Один из актеров Который играл летчиков Ту самую сцену Во время которой Произошло Произошло нападение Он подошел ко мне И сказал Вы знаете Алексей Игоревич Если я сегодня Не доиграю эту сцену До конца Я брошу профессию Для меня это принципиально важно Важно сыграть это Потому что иначе получится Что они пришли в нас Постреляли Мы заплакали Ушли и больше не играем А мы это сделаем И после того, как Аплодисменты не стихали Больше десяти минут Вся сцена была Традиционно завалена Бумажными самолетиками Которые На каждом Юбилейном спектакле Пускали фанаты Нашего спектакля На сцену Когда после этого Мы в газетах Прочитали Дословно Трясущиеся От ужаса Актеры В полупустом зале Выходят На пахнущую Трупом Сцену Мы поняли Что спектаклю не жить Я не знаю Почему это было сделано Было решено Ну ладно Леша не криви душой Прекрасно ты все знаешь Ну Че ты Да Думаю что Думаю что эти воспоминания Кому-то очень сильно не нравятся Даже можно догадаться Кому Да И с чем ассоциировался Нордост И как себя повела власть И как она осуществила Никому не нужно было Это живое напоминание Объяснять это Никому не надо Это очевидные вещи Много причин есть для этого Наверное это одна из них И может быть она самая серьезная Тем не менее Знаешь наверное да Что позавчера В гнезде глухаря Ну не знаю Позавчера это как Ну да Трудно сказать В общем Уже дважды Дважды уже В гнезде глухаря Была показана Концертная версия Восемь актеров Из первой Из первой команды Нордост Под руководством Лиды Чебаксаровой Собрались И под аккомпанемент Татьяны Солнышкиной Которая была Концертмейстером Постановщиком спектакля Пропели Два часа музыки Из спектакля Они пропели В общем восьмером Весь спектакль Это только музыка И только текст И рассказ о спектакле Успех был Абсолютно нереальный Попасть туда Невозможно было Я там сам не был В связи с моим Нахождением в Америке Но тот факт Что Нордост Возвращается Ну это Неизбежно Он как-то Он все равно Как-то вернется Это же понятно Леша скажи А Что вам С Васильевым Эта история Подрубила крылья Потому что Ведь если Абстрагироваться От того Что произошло С Нордостом И просто обратиться Я понимаю что абстрагироваться Невозможно Но постараться Вынести за скобки То само по себе Ваше решение Мюзикла Каверинских двух капитанов Отличное По уровню И по поэзии И по музыке И по всему Казалось бы Получилось Это был первый Блин Который в художественном плане Не комом Что мешало Приступить к следующему Мюзиклу Тебе с Васильевым Я могу сказать Что однозначно В Нордост Вошли Музыкальные Сценические Художественные Идеи Которые накопились За несколько Я бы сказал Десятилетий Некоторым Из мелодий Которые вошли В Нордост Десять-пятнадцать Лет То есть был Объем материала Это огромный Объем материала Который мы Мы просто никогда Не поднимемся Нужно десять-пятнадцать лет Вот они должны пройти Я сейчас Вот сейчас Через десять лет После Нордост У меня накопилось Идей На некий музыкальный спектакль Который я сижу Потихонечку там Крапаю Гошке Это не Георгий Леонардович Это не очень интересно Он занимается Другими Надо сказать Что он песни Тоже пишет И в его В его мультсериале Который называется Фиксики Замечательные Фиксипелки Это коротенькие Детские песни Блистательные Совершенно Ну вот Я бы сказал Филигранные По уровню И не менее Блистательно С петой Его Младшим сыном Яшей Это очень здорово Ну вот он петь Он с ними сам не хочет Будем считать Что ты дал наводку И когда Васильев Будет здесь Я уже знаю Чем его попросить Конечно Давай Что будешь петь А петь А теперь все Ты мою просьбу Выполнил Насчет старых Теперь ты решаешь Чуть больше Четырех лет назад Мне исполнилось Пятьдесят лет Нам Скажем так Исполнилось Пятьдесят лет К этой дате Я сочинил Сам для себя Песню Для того Чтобы петь ее В трудные минуты И Сидеть перед зеркалом Слушать хорошую музыку Общаться с интересным человеком Старался для себя Для любимого Очень Поэтому получилось Для самого лучшего Для самого лучшего В мире меня Старался очень Получилось хорошо Поэтому вот уже Четыре года Делюсь этой песней Со всеми окружающими Песня называется Инструкция Немножечко скрипит Нога Из аритмии Сладить не могу я И изредка Одна Мозга Стремительно Заходит за другую Не то чтобы я был Старый И больной Но жизнь берет свое И вам прочту я Инструкцию простую По пользованию мной Я в сущности Простой прибор Внутри я удивительно Не сложен И пламенный в груди Мотор Пока еще Достаточно надежен Не нужно только Лом в него сувать Когда подобно Трактору пашу я И в бензобак Прошу я Дерьма не наливать Не пробуйте Не пробуйте меня Пилить Мой корпус Прощен Он ручной работы А чтобы срок Его продлить Используется Ласка и забота Без них Я быстро Зарастаю мхом А чтобы Обошлось Без неполадок Пожалуйста Не надо Сидеть на мне Верхом Используйте меня Смелее А чтобы я работал Веселее Вы лейте на меня Елей Я примитив Я млею от елея Он очень укрепляет Мне каркас Он и внутри полезен И снаружи Не смазанный я хуже В шестнадцатый еще раз А если я начну Снижать Свои стандарты Качества работы Не пробуйте Меня Держать Подолгу На предельных Оборотах От этого Взорваться Я могу А лицезреть Подобную Беду Я Не порекомендую И зляйшему Врагу Но в целом Я готов к труду Я свеж Я знаком качества Отмечен Лишь следует Иметь в виду Что мой ресурс Увы не бесконечен Когда-нибудь Я сдохну А пока Используйте меня И не тужите Но только не держите Меня за дурака Но только не держите Меня за дурака Ну ладно, господин Ивашенко А теперь Доложьте нам Как раньше говорили Чем вы Чем вы занимаетесь Значит Васильеву Вы с вами не Когда он Пишет свои Фиксики Или как это Называется Да Он занимается Фиксиками Да Значит Сниматься В сериалах Вы отказываетесь Вам видите ли Западло Как говорит Гарри Кимович Каспарова Вам роль нужна Хорошая Наглые выпускники Бондарчука Чем вы Чем заняты Алексей В прошлом году Занимался Даже в прошлом И позапрошлом Я бы сказал И позапозапрошлом Почти три года Отняла у меня Эта история Занимался Как раз вот Между нашими С тобой встречами Большая часть жизни Была этому посвящена Занимался даже не песнями Занимался продюсированием Это Лавры Васильевы Тебе покоя не дают Нет 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 Не сказал бы Что Лавры Васильева Просто мне было Очень интересно Это сделать Мне удалось Это сделать Я нашел финансирование И полностью Просто как Продюсер Впервые для себя Выступил В тяжелейшей роли Генерального Продюсера Мюзикла Обыкновенное чудо Который Весь прошлый сезон Шел в Москве 156 раз Мы его спектали Сыграли Это Мюзикл Написанный Юльич Русановичем Кимом Геннадий Игоревичем Гладковым На основе Их же музыки И песен К фильму Обыкновенное чудо На основе Пьесы Шварца Туда были дописаны Еще более 15 Мне Юлик Рассказывал Блестящих Музыкальных номеров Мы сделали Взрослый Хороший спектакль Взрослый Я имею ввиду С серьезными декорациями Сложно управляющимися С большим оркестром 20 человек Чего в общем Даже Бродвей себе Не всегда может позволить В общем мы там Грянули как следует Мы сыграли сезон Свой закрылись Леша скажи пожалуйста А тебе Я понимаю прекрасно Что работа интереснейшая Я прекрасно понимаю Что работать С Кимом Это одно удовольствие Я все понимаю Но тем не менее Тебе Вечному художнику Который дожил До 50 Извини за интимную Подробность Четырех лет Будучи актером Певцом Исполнителем На авансе Вдруг заниматься Пусть очень интересно Но тем не менее Бюрократической Назовем вещи своими именами Деятельностью Было в кайф Или это все таки чужое Вот для Васильева Я знаю что свое Честно Честно могу сказать Да Это труднее всего Что есть на свете Я думаю что я занимался этим В последний раз Это очень тяжелая работа Потому что помимо Художные части Которые частично Тоже на мне было На мне лежала Огромная административная И материальная ответственность Которую я Честно вот Выяснил экспериментально Что я вынести Просто не могу То есть ты убедился Что ты зря туда полез Нет не зря Мне нужно было Обязательно через это пройти Да опыт Очень хороший Но все Но больше не надо Думаю что нет Думаю что больше Я не поднимусь на такую работу Очень трудно Просто очень трудно Ну Неизвестно сколько там осталось И хочется заняться чем-нибудь Более моим Скажем так Чем я сейчас и занимаюсь Что более твое Песенки Выпустил диск Еще два Таких камерных Музыкально-песенных проекта Про которые сейчас пока Я очень не люблю слово проект Но по-другому назвать сейчас нельзя Лучше не назовешь Маленькие такие камерные Музыкальные проекты Которые сейчас пока вынашиваю В следующем сезоне За них возьмусь Мюзикл Который А все-таки мюзикл Конечно еще Это плюс ко всему Еще один мюзикл Идея которого Идея которого Уже больше 10 лет И для которого Уже написано Половина музыки И Все Весь синопсис И Четыре музыкальных номера И еще несколько Уже задуманы Как бы Думаю что если Вот Будет год чистого времени То я его Допишу А так наверное Год два надо сочинять Но получается очень интересно Я очень рад Не знаю Сам я его ставить Вряд ли буду И в смысле Продюсировать Потому что это огромная работа Но может кому понравится Вот Пожалуй Такое На первое время То чем Очень много сейчас Занимает Времени И сил И интереса Адаптация на русский язык Мюзиклов Которые в Москве Сейчас ставят Компания Stage Entertainment Я последние два спектакля Пишу для них Русские тексты В прошлом году Это были Звуки музыки В котором Благополучно сейчас Играет Закончившая В гик Моя дочь А в этом году Это Русалочка Которая будет Осенью премьера В Москве И я сейчас Вот пишу Для нее тексты Леш Скажи мне Ну вы Вот у меня было Всегда ощущение Что в вашей песне С Васильевым Они пишутся От вольного По кайфу И в общем За столом Со смехом И с выпивкой И в общем Ну вот От вольного Что называется Да, да, конечно Так ведь правильно Да Скажи мне Тебе легко сейчас Пишется одному Или ты Или в общем Это каторга Потому Ведь в этом нет ничего плохого По-разному По-разному Иногда Иногда Когда вот я работаю Над Я серьезно говорю Как я работаю Иногда Когда нужно сделать Какой-то текст Для Той же Русалочки Или для тех же Звуков музыки Это превращается Не просто в каторгу А в ад Когда лежишь Лицом к стенке На диване И не рвешь на себе волосы И ты Неделями не можешь Ничего сочинить Ужасно А иногда Вот как лучший В мире я Вот это Пошло легло И полегло Ну вот да Это песня Которая Два часа на нее Я должен С горечью Констатировать Что наше время С тобой Практически кончилось Нет Наше время Только начинается Наше эфирное время Да ты прав Наше эфирное время Очень хорошее уточнение Принимается С аплодисментами Так вот Наше эфирное время Практически кончилось Ты знаешь Что программа Всегда заканчивается Стихами Тебе карт-бланш Хочешь Давай песню Но если хочешь Закончить песню Вместо стихов Лучше песен То давай Мне это как-то Давай Проще То давай Тогда все-таки Может старый Да мне кажется Что да Есть такая песенка Которой Концерты всегда Как-то так традиционно Заканчивались И заканчиваются Ну вот и все Дружок Пора открыть Кингстон К добру не привели Проказы на воде Ну сколько ж Можно плыть К безмерно Удаленной К единственной Своей Загадочной Звезде К единственной Своей Загадочной Звезде Уже запал Не тот Чтоб курс Держать упрямо И всем ветрам Назло Стремиться В никуда И очень тяжело Быть ласкою Да гамой Когда во тьме Горит Всего Одна Звезда Не лучше Ль скромно Лечь На дно Среди Угрюмых Глубоководных Рыб Вошел Сказал Что он здесь Главный Он несет За всю ответственность Что здесь происходит К виску Был приставлен автомат Он провел Трое суток Там Надышался Газом Очнулся Прижил в себя Выжил Восстановил спектакль Он был генеральным продюсером И еще около Старас спектакль был Сыгран Вот такая история Приблизительно Ну спасибо Ты все Сделал для меня Исключение Да нет Я тебе признателен Леша Скажи мне Ты ведь пытался Этот проект Продвинуть и дальше И восстановить А потом А потом Да А потом Как бы Не очень это Получилось После года И ты спустил Всех собак На прессу Дескать Пресса очень много Сделала Очень много Сделала Для того чтобы Спектакль не поднялся Почему Я не знаю почему Не мне судить Но После того как Спектакль Через три месяца После трагедии Был восстановлен И на премьере 8 февраля 2003 года Негде было упасть яблоку И аплодисменты Не стихали 10 минут И ко мне Перед началом Этого спектакля Подошел один из актеров И сказал Алексей Игоревич Вы знаете Для меня Актеры Один из актеров Который играл Летчиков Ту самую сцену Во время которой Произошло Произошло нападение Он подошел ко мне И сказал Вы знаете Алексей Игоревич Если я сегодня Не доиграю эту сцену До конца Я брошу профессию Для меня это Принципиально важно Важно сыграть это Потому что Иначе получится Что они пришли В нас постреляли Мы заплакали Ушли и больше не играем А мы это сделаем И после того как Аплодисменты Не стихали Больше 10 минут Вся сцена была Традиционно завалена Бумажными самолетиками Которые На каждом Юбилейном спектакле Пускали фанаты Нашего спектакля На сцену Когда после этого Мы в газетах Прочитали Дословно Трясущиеся От ужаса Актеры В полупустом Зале Выходят На пахнущую Трупом Сцену Мы поняли Что спектакль У них жить Я не знаю Почему это было сделано Было решено Ну ладно Леша Не криви душой Прекрасно Ты все знаешь Ну Че ты Да Думаю Что эти воспоминания Кому-то очень сильно не нравятся Даже можно догадаться Кому И с чем ассоциировался Нордост И как себя повела власть И как она осуществила Никому не нужно было Это живое напоминание Объяснять это никому не надо Это очевидные вещи Много причин есть для этого Наверное это одна из них Может быть она самая серьезная Тем не менее Знаешь наверное да Что позавчера В гнезде глухаря Ну не знаю Позавчера это как Ну да Трудно сказать В общем Уже дважды Дважды уже В гнезде глухаря Была показана Звание помнят сей Василь Да мы в свое время Даже махнули рукой Поняли что с этим бороться невозможно И даже выпустили Один из своих дисков В маленьких консервных баночках Вместо коробочках Леш Ты помнишь сколько лет Прошло с того момента Как ты сидел на этом лобном месте Пять Пять С ума сойти Я помню Как вчера Как вчера да Страшное дело У меня даже ощущение Что мы с тобой не изменились Ну я тебе хочу сказать Если у кого-то и другое ощущение То нам плевать Мы считаем что не изменились Правда же Да ну похорошели немного Чуть-чуть помолодели Стали лучше Стали лучше Это безусловно Леш Знаешь о чем мы не поговорили С тобой в прошлый раз Да Мы сразу набросились на песни На Иваси Давай чуть-чуть поговорим о том Как развивалась жизнь Потому что Тебя ведь не устроило одно высшее образование Ты как вот только что упомянул Нормально Учился в МГУ На нормальном факультете То есть был приличным человеком Ну и закончил его Да И потом вместо того чтобы пойти работать по профессии Которая тебя государство за свой счет научило Ты пошел наоборот во ВГИК Где грохнул еще пять лет жизни Не совсем так Но Если Если уважаемый зритель вам не будет скучно Я попробую в течение трех минут Рассказать эту удивительную Совершенно необъяснимую историю Я пошел таки работать по профессии Я остался Меня оставили работать на кафедре И я работал там Больше года А когда вдруг Там поступила Информация До меня дошла информация От режиссера нашего студенческого театра Натальи Семеновны Перловой С которой мы дружим до сих пор Тогда она была Наташа Для нас она до сих пор Наташа Перлова Ее мама была очень серьезным Специалистом по сценической речи У нее занимались многие известные артисты А у ее мамы были друзья В разных творческих вузах И одна из ее друзей сообщила ей О том что во ВГИКе На курсе Евгения Семеновича Матвеева Недобор Там отчислили Нескольких молодых людей С первого курса И они ищут высокого Худенького Темноволосого Желательно с усиками Каким я тогда был То есть искали фактуру Искали фактуру Ну попробовать Им не хватало для какого-то спектакля Я пошел попробовался Педагоги меня взяли И сказали Вы знаете Вам нужно только дождаться Евгений Семенович Матвеева Он сейчас на фестивале Вернется Он вас прослушает И мы уже тогда все утвердим Вообще увольняйтесь со своей работы Я возрадовался Даже уже рассказал близким друзьям Но пока не уволился Приехал Евгений Семенович Матвеев Послушал меня Ему понравился Но узнав о том Что я работаю в университете Занимаюсь Японией С японским языком Я тогда его еще помнил И я учил И собирался Учил японский Собирался заниматься Охраной окружающей среды В Японии Этому были посвящены Мои первые работы Узнав об этом Евгений Семенович сказал Да вы что С ума сошли Я из вас Из успешного ученого Парню жизнь Да я не возьму на себя Ответственность Мещуки Вадик с Валерой И мы тогда Еще со всем Мальчишками Можно сказать Познакомились И на долгое время Потом потерялись А потом они Потом мы увидели их Когда они уже вдвоем Дуэтом пели Как братья Мещуки И услышали Что-то знакомое И родное Не было Тогда не было Но мы чувствовали Что Пора Да Что пора Что вот это Потрясающее Потрясшее меня В один день Движение Ну как это часто Называется Жанр авторской песни Ну тогда для меня Это было 75-й год Когда я поступил В университет И в один день У нас был концерт Квинтета Сергея Мы собственно По этому квинтетом И стали Мы увидели Квинтет Сергея Никитина Они тогда пели в пятером И в один день На меня обрушились И Никитин И Берковский И Ким И Городницкий И Дулов И Висбор И Клячкин Новый мир Новый мир Так получилось Что я в школе Ну что-то слышал Конечно Был вокально-инструментальный Ансамбль Как полагается Что-то я слышал Из Акуджавы Ну конечно Что-то знал Из Высоцкого Что-то Галича Что-то Галича Ну чуть-чуть Так там Касса Щелк-щелк-щелк Что-то такое Воспоминания Какие-то были И вдруг В один день Обрушивается Пласт культурный Я бросаю Все свои важные дела Понимаю, что жизнь Прошла зря Нужно все Заново И начинаю Потом уже узнаю Что у Никитина Другой гитарный строй Но подбираю Все Сижу С Магнитофоном Подбираю Снимаю этот концерт Один в один И на самом-то деле То, что тогда Делал Сергей Яковлевич Никитин В общем Было очень серьезно В смысле гитары Очень серьезно Это были совершенно Неожиданные для нас Гармонии Никитин Никитин, помимо всего прочего Нравится кому-то Это не нравится Потрясающий композитор Конечно Гениальный мелодист Конечно И Можно по-разному Относиться Но отрицать Это просто невозможно Абсолютно И никто этого не отрицает Поэтому я и говорю Что мы были далеко не первые Мы просто захотели На двух гитарах Сыграть чего-нибудь Чего раньше Не делалось Вы были очень Лешка Вы были очень перестроченными Вспомни Какое количество Ваших песен Было в струю Сколько было Ёрнических песен Парафразов Советской песни Начиная со Смуглянки И заканчивая Старым кленом Да Это же Это же Был ваш хлеб И Васи Воспринималась В первой В первой Послушай меня Вы в этой авторской песне В определенной степени Ну ты можешь согласиться Можешь нет Вы в авторской песне В этой аудитории В своем жанре Были как взгляд На телевидение Понимаешь Вас воспринимали Именно так Ну может быть да Не знаю Да Наверное Сколько лет Вы продержались Да мы собственно Особо и не держались Мы как-то так Пели И пели лет 20 Наверное Мы пели вместе Потом Мы ведь перестали петь Не потому что там Вот Будет год чистого времени То я его допишу А так наверное Год два надо сочинять Но получается Очень интересно Я очень рад Не знаю Сам я его ставить Вряд ли буду И в смысле Продюсировать Потому что это огромная работа Но может кому понравится Вот пожалуй Такое На первое время То чем А очень много Сейчас занимает Времени И сил И интереса Адаптация На русский язык Мюзиклов Которые в Москве Сейчас ставят Компания Stage Entertainment Я последние два спектакля Пишу для них Русские тексты В прошлом году Это были Звуки музыки В котором Благополучно Сейчас играет Закончившая В гик Моя дочь А в этом году Это русалочка Которая будет Осенью премьера В Москве И я сейчас Вот пишу Для нее тексты Леш Скажи мне Ну вы Вот у меня было Всегда ощущение Что в вашей песне С Васильевым Они пишутся Отвольного По кайфу И в общем За столом Со смехом И с выпивкой И в общем Ну вот Отвольного Что называется Да, да, конечно Так? Ведь правильно? Да Скажи мне Тебе легко Сейчас пишется Одному Или ты Или в общем Это каторга Потому Ведь в этом нет Ничего плохого По-разному По-разному Иногда Иногда Когда вот я работаю Серьезно говорю Как я работаю Иногда Когда нужно сделать Какой-то текст Для Той же русалочки Или для тех же Звуков музыки Это превращается Не просто в каторгу А в ад Когда лежишь Лицом к стенке На диване И не рвешь на все волосы И ты Неделями не можешь Ничего сочинить Ужасно А иногда Вот как лучший В мире я Вот это Пошло Легло И полегло Ну вот Да Это песня Которая Значит Два часа на нее Лучше песенка Мне это как-то проще То давай Тогда все-таки Может старый Да мне кажется Что да Есть такая песенка Которой Концерты всегда Как-то так традиционно Заканчивались И заканчиваются Ну вот и все Дружок Пора открыть Кингстон К добру Не привели Проказы На воде Ну сколько Ж можно Плыть Безмерно Ну в том Что снимается Сейчас В 99% Конечно Не очень-то И хотелось В том что снималось Тогда В некоторых Прям Хотелось Конечно Лешка У меня к тебе просьба Я знаю что ты хочешь И это вполне нормально Как каждый Мастер Спеть что-то новое Мы заговорили с тобой И начали с Аваси Я почти все ваши песни С Василием Той поры Помню наизусть В качестве подарка Для меня Что-нибудь Оттуда Из тех Из тех давних лет Не говори что ты все забыл Не Не я все помню У меня очень хорошая память Мы никогда с Василием Свои песни На бумажках не записывали Мы все помним В голове Только название Это называется В аэропорту Винводы У тучи нет иной заботы Как наше солнце закрывать И расписание полетов Безбожным образом срывать Все небо в серой простокваши И мелкий дождик облажной Отложит все заботы Отложит все заботы наши До восемнадцати Ноль-ноль До восемнадцати Ноль-ноль У ветра нет иной заботы Как наши тучи разгонять И расписание полетов Волшебным образом менять Мы все в плену атмосферы Пока не стихнет дождь косой И ожидание Профиль серый Завис над взлетной полосой Завис над взлетной полосой У солнца нет иной заботы Как наши ливни Прекращать И расписание полетов Через окошко освещать Молчит измученный диспетчер Закрывший небо до шести Не плачь, мой друг, еще не вечер Мы непременно полетим Мы непременно полетим У жизни нет иной задачи Как ожиданием нас томить Билет в руке, багаж оплачен Так что ж мы медлим, черт возьми Когда еще счастливый случай Представит нам аэрофлот Коль наше счастье так летуче Мы разрешим ему полет Мы разрешим Жидание профиль серый Завис над взлетной полосой Завис над взлетной полосой У солнца нет иной заботы Как наши ливни Прекращать И расписание полетов Через окошко освещать Молчит измученный диспетчер Закрывший небо до шести Не плачь, мой друг, еще не вечер Мы непременно полетим Мы непременно полетим У жизни нет иной задачи Как ожиданием нас томить Билет в руке, багаж оплачен Так что ж мы медлим, черт возьми Когда еще счастливый случай Представит нам аэрофлот Коль наше счастье так летуче Мы разрешим ему полет Мы разрешим ему полет Леш, вот возвращаясь к вашему дуэту Тогда, когда вы блистали на этом бардовском небосклоне В 80-х годах В конце 80-х Была еще, как мне кажется, одна серьезная причина Вы одни из первых Принесли в бардовскую песню Классную игру на гитаре Потому что вот были замечательные Великолепные барды Которые речитативом читали Или напевали песню Под умца-умца, под три аккорда А вы с Васильевым творили там В общем серьезные вещи Ну это не совсем так Уже и тогда был и Александр Дольский Виртуозно игравший на гитаре И Алик Мерзоян Который придумывал интереснейшие какие-то вещи гитарные И Саша Суханов Который просто был виртуоз Но двух гитар еще не было Мещуков еще не было Но Мещуков Интересное дело Мы же с Мещуками познакомились Еще до того, как они занялись авторской песней Это был 78-й год Рига Фестиваль Тогда это называлось фестиваль политической песни Мы там были еще Мы еще существовали как трио Но выступали тогда дуэтом И я там был не с Гошей А с Ирой Чебуковой Гош не смог поехать И мы вдвоем с ней поехали туда Защищать честь Московского университета Или я уж не знаю, что там мы защищали Чью честь Да, честь мы защищали И там мы познакомились С замечательным ансамблем Домино Руководили которым Мещуков Вадик свалил Это вы После этого я не ударил палец Пальцем о палец Для того, чтобы попасть в эту мастерскую Сразу на второй курс Все, что было за год подготовлено Все стихи, проза, басни Все вылились как-то сразу Леш Эту историю Мы с тобой знакомы много лет И Помимо всего прочего В программе в этой ты был Поэтому ты наверняка готов Что я не все вопросы буду начинать с того А скажи мне, пожалуйста Мой гениальный, хороший знакомый Хорошо Да? Извини заранее Да Что не получилось? Казалось бы, казалось бы Тебя два раза вносили на руках Во ВГИК Да Ты закончил ВГИК Ты начал моментально сниматься Одна работа, вторая, третья И потом вдруг как отрезало Не обижайся Что-то явно не получилось Ну я могу сразу сказать По какой причине? Да я могу сразу сказать, что Ну, во-первых, ты немножечко утрируешь Говоря, что я сразу начал сниматься Я снимался очень немного Как 86, 87, 88 Да, 86, 87 Очень маленькие роли Карайс, вы младите? Но Потом не получилось Я бы даже сказал, не со мной Не получилось Я бы сказал, с кинематографом Дело в том, что фильмов было очень мало И наше поколение Оно попало в такое Ну, безвременье Кинематографическое Ралли было мало Фильмов было мало Они были плохие И я в струю не попал Одна Я просто могу сказать Не то, что там Не очень попал Не очень Я просто попал Мимо Мимо кинематографа А это не объясняется в какой-то степени Тем, что вы с Василием Уже так мощно Тогда пошли В авторскую песню Что тебе было Как бы это не очень важно И не очень нужно И ты не очень упирался Потому что смотри Прошли годы И Васи уже нету Вашего дуэта уже нету Хотя его все вспоминают Сегодня я не хочу никого обидеть Во множестве очень плохих фильмов И еще более плохих сериалов Снимается уже всякая шалупония Всякая шваль Все уже нужны Профессионалы Тем более Уже нету Проблемы с работой Ты никуда не вернулся Не вернулся Что-то как-то С кинематографом А я что-то даже не задумывался На эту тему Дело в том, что я Пора бы в нашем возрасте Задумываться Господин Иванович Ну может быть Если бы не пришел в программу Так бы и не задумывался А может быть и так Я хочу сказать Я сразу после института Я попал в театр-студию киноактера Где прошел Школу молодого бойца Вот по большому счету Это все Как это Все рабочие на заднем плане В киножурнале «Фитиль» Все милиционеры В отдалении В массовках Все Весь народ В фильме Лешка, ты помнишь Как это амплуа называлась Одним словом? Как? Замечательно Убитые фашисты Убитых фашистов играл Убил Убитых фашистов играл Реально Но потом Как мы шутили всем курсом Прекратится безумное Этот сон Что снится нам двоим Не грянет гром Не разверзнется земля Не пересохнут реки А просто я Не сумею больше быть Волшебником твоим Не потому что Гордыней я буян Боясь казаться жалким Не захочу Арсенал своих чудес Растрачивать Вообще А потому что я просто Вечный раб Волшебной зажигалки И на большом расстоянии Ты извини У любых волшебных сил Имеется предел И в час Когда с четырех сторон Беда Нахлынет водопадом И заблудившись Утратишь правый путь Ты в сумрачном лесу Ты знай, мой друг Что я буду далеко Что меня не будет рядом И я никак не смогу тебя спасти Но все-таки спасу Ты знай, мой друг Что я буду далеко Что меня не будет рядом И я никак не смогу тебя спасти Но все-таки спасу Леша, ты мне позволил сделать грациозный переход на следующую тему Потому что цитата из этой песни последней, которую ты пел «Бороться, искать, найти, не сдаваться» Два капитана Каверинских, да? Любимый герой Саня Григорьев «Бороться, искать, найти, не сдаваться» И все было бы хорошо И придумали вы с Васильевым замечательный мюзикл И все было бы замечательно Но, к сожалению, в историю он вошел не как «Творческая победа», а совершенно по-другому Учитывая, что название его «Нордост», конечно, запомнили не столько песни, которые там звучали И не столько действий, которые там были, а ту трагедию, которая была с этим связана У меня к тебе следующий вопрос Ты почти, может, сделаешь исключение Ты почти нигде никогда не рассказывал о том, как ты был на самом деле в тот день, 22 числа 2002 года, в том здании и пытался через служебные помещения пробить И так был сыгран Вот такая история Приблизительно Ну, спасибо, ты все сделал для меня исключение Да нет, это общеизвестные факты Леша, скажи мне, ты ведь пытался этот проект продвинуть и дальше, и восстановить А потом, да, а потом как бы не очень это получилось после года И ты спустил всех собак на прессу Прессу очень много сделал Очень много сделал, для того, чтобы этот спектакль не поднялся Почему? Я не знаю почему, не мне судить, но После того, как спектакль через три месяца после трагедии был восстановлен И на премьере 8 февраля 2003 года Негде было упасть яблоку И аплодисменты не стихали 10 минут И ко мне перед началом этого спектакля подошел один из актеров и сказал Алексей Игоревич Вы знаете, для меня актер, один из актеров, который играл Летчиков Ту самую сцену, во время которой произошло нападение Он подошел ко мне и сказал Вы знаете, Алексей Игоревич, если я сегодня не доиграю эту сцену до конца Я брошу профессию Для меня это принципиально важно Важно сыграть это Потому что иначе получится, что они пришли в нас, постреляли Мы заплакали, ушли и больше не играем А мы это сделаем И после того, как аплодисменты не стихали больше 10 минут Вся сцена была традиционно завалена бумажными самолетиками Которые на каждом юбилейном спектакле пускали фанаты нашего спектакля на сцену Когда после этого мы в газетах прочитали дословно Трясущиеся от ужаса актеры В полупустом зале выходят на пахнущую трупом сцену Мы поняли, что спектакль у них жить Я не знаю, почему это было сделано Было решено Ну ладно, Леша, не криви душой, прекрасно ты все знаешь Ну, что ты Думаю, что эти воспоминания кому-то очень сильно не нравятся Даже можно догадаться, кому И с чем ассоциировался нардост И как себя повела власть И как она осуществила Никому не нужно было это живое напоминание Объяснять это никому не надо Это очевидные вещи Много причин есть для этого Наверное, это одна из них И может быть, она самая серьезная Тем не менее Знаешь, наверное, да, что позавчера В гнезде глухаря Ну, не знаю, позавчера это как Ну да Трудно сказать В общем, уже дважды Дважды уже В гнезде глухаря Была показана Концертная версия Восемь актеров Из первой Из первой команды Норд-Оста Под руководством Лиды Чебоксаровой Собрались И под аккомпанемент Татьяны Солнышкиной Которая была Концертмейстером-постановщиком спектакля Пропили Вы не мной Я в сущности простой прибор Внутри я удивительно несложен И пламенный в груди мотор Пока еще достаточно надежен Не нужно только лом в него сувать Когда подобно трактору пашу я И в бензобак прошу я Дерьма не наливать Не пробуйте меня пилить Мой корпус прочен Он ручной работы А чтобы срок его продлить Используется ласка и забота Без них я быстро зарастаю мхом А чтобы обошлось без неполадок Пожалуйста, не надо Сидеть на мне верхом Используйте меня смелее А чтобы я работал веселее Вылейте на меня елей Я примитив Я млею от елея Он очень укрепляет мне каркас Он и внутри полезен, и снаружи Не смазанный я хуже В шестнадцатый еще раз А если я начну снижать Свои стандарты качества работы Не пробуйте меня держать Подолгу на предельных оборотах От этого взорваться я могу А лицезреть подобную беду я Не порекомендую И зляешь ему врагу Но в целом я готов к труду Я свежий, я знаком качества отмечен Лишь следует иметь в виду Что мой ресурс, увы, не бесконечен Когда-нибудь я сдохну А пока Используйте меня и не тужите Но только не держите Меня за дурака Но только не держите Меня за дурака Ну ладно, господин Ивашенко А теперь доложьте нам Как раньше говорили Чем вы занимаетесь? Значит, Васильеву с вами некогда Он пишет свои фиксики Или как это называется? Да, он занимается свои фиксиками, да Значит, сниматься в сериалах Вы отказываетесь Вам, видите ли, западло Как говорит Гарри Кимович Каспар Вам роль нужна хорошая Роль нужна, да? Наглые выпускники Бондарчука Чем вы, чем заняты, Алексей? В прошлом году занимался Даже в прошлом и позапрошлом, я бы сказал И позапозапрошлом Почти три года отняла у меня эта история Занимался Как раз вот между нашими с тобой встречами Большая часть жизни была этому посвящена Занимался даже не песнями Занимался продюсированием Это Лавры Васильева тебе покоя не дает Нет, 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 нет Леш, ты мне позволил сделать грациозный переход На следующую тему Потому что цитаты из этой песни последней Которую ты пел Бороться, искать, найти, не сдаваться Два капитана каверинских, да? Любимый герой Саня Григорьев Бороться, искать, найти, не сдаваться И все было бы хорошо И придумали вы с Васильевым Замечательный мюзикл И все было бы замечательно Но, к сожалению, в историю он вошел Не как творческая победа А совершенно по-другому Учитывая, что название его Норд-Ост Конечно, запомнили не столько песни Которые там звучали И не столько действов, которые там были А ту трагедию, которая была с этим связана У меня к тебе следующий вопрос Ты почти, может, сделаешь исключение Ты почти нигде никогда не рассказывал о том Как ты был на самом деле В тот день, 22 числа 2002 года В том здании И пытался через служебные помещения Пробиться к своим актерам И одновременно к террористам Может, сделаешь исключение для меня И расскажешь немножко? Да нет, не стоит Не стоит про это вспоминать Хочешь, чтобы я... Про это очень много вспоминали, писали, рассказывали Ты не рассказывал, не вспоминал Ну, и не стоит про это говорить Дело в том, что Безусловно Так сложилось, да Что звукосочетание Норд-Ост Стало символом трагедии Но для меня Норд-Ост Это спектакль, который шел В ежедневном режиме более 300 раз А всего более 400 И я с гораздо большим удовольствием Рассказываю о спектакле Чем о преступлении Которое было совершено По отношению к этому Я все понимаю Но мы о спектакле много знаем В том числе разговоров с тобой Меня в этой программе Интересует личность Ивашенко Которую я неплохо знаю А не все, кто находится сегодня У экранов телевизора В разных странах мира Знают достаточно хорошо Я хочу, чтобы знали Я знаю, как ты пытался к ним пробиться Я знаю, как ты выпрыгивал из окна Не выпрыгивал Никто из окна А ногу-то как сломал Это не прыжок был Дело в том, что мы еще с пятью актерами Были заблокированы на третьем этаже В мужской гримерке Спуститься было невозможно Потому что подбежавший снизу Актер сказал, что внизу стоит Милая девушка с автоматом Калашникова И стреляет прям всерьез И было принято решение Связать веревочки из костюмов И спуститься по этим веревочкам С третьего этажа Веревочки связали И пятерых веревочек выдержала А шестого меня она не выдержала Ну, самой земли уже она оборвалась И я сломал ногу Ну, это тот Самое меньшее Что могло случиться со мной В этой ситуации Георгий И тот Немедленно Не задумываясь Ну, просто надо знать Этого человека